В Санкт-Петербурге медальными гонками завершился чемпионат России в олимпийских классах на дистанции шверботов. На старт вышли по 10 лучших гонщиков в трех классах – 470, Лазер Радиал и Лазер Стандарт. Изначально прогноз на день выглядел довольно оптимистично. Ожидалось, что ветер стабильно будет раздувать до 12-14 узлов и 20 узлов на порывах. Но прогнозам не суждено было сбыться. Сильного ветра на акватории хватило лишь на половину медальной гонки в классе 470. После пришедшего шквала и последовавшего за ним кратковременного дождя ветер стих. Первыми в борьбу в медальных гонках вступили смешанные экипажи в классе 470. Правда, серьезной интриги не получилось. Золото досталось лидировавшему по ходу всей регаты экипажу Алиса Кирилюк и Дениса Грибанова, серебро Дмитрию Лаздину и Марине Федоровой, а бронза Тимофею Григорину Рябову и Анжелике Черняховской. «Спасибо ребятам, потому что действительно ребят составляли конкуренцию, подрастают. Действительно круто было, весело, интересно. И я думаю, что в будущем у нас класс 470 будет хорошо развиваться с тем, что объединили два класса. Это мужскую и женскую семидесятку. Так что будем надеяться, что подрастающее поколение будет наступать на пятки. И это будет и нас, и всех остальных толкать вперед». Зато в классе «Лазер Стандарт» судьба золотых наград решалась в финишном створе. До последних метров дистанции на победу претендовали сразу три гонщика – Максим Николаев, Сергей Комиссаров и Даниил Круцких. После не самого удачного старта гонки и залета на первой лавировке Николаев метр за метром отыгрывал позиции и в результате сохранил первую строчку. Даниил Круцких стал вторым, Сергей Комиссаров – третьим. «Под конец, честно вам скажу, доверился уже интуиции, потому что слева шел большой шквал. И я думаю, ну все, как бы, ну, оно. Как бы, если оно дает, оно дает. И я пошел туда, и оно дало. И вот здесь последний фардевин шли. Я уже такой присел, сзади шли ампайра на готове. Я уже, нервы на это, на исходе были. Но вот все сложилось, наконец-таки. Это мой первый титул, и я счастлив максимально». Завершала программу финального дня медальная гонка в классе «Лазер Радиал». Несмотря на несколько ошибок, Екатерина Зюзина не растеряла преимущество и завоевала золото. Шаги от золотых наград регату завершили ее одноклубницы из Крестовского острова – Екатерина Береза и Александра Лукаянова. «Гонка была очень нервной, потому что на первом знаке попала в волну от судейского катера, встала и проиграла позиции. Дальше уже было сложно отыгрывать, навалила на знак. Но, в общем, совершила все базовые ошибки, которые не надо было совершать. И еле-еле. Ну, все закончилось хорошо. В принципе, я рада. Просто хочу сейчас вернуться домой и отдохнуть». На дистанции из Киевов программа регаты не предполагала проведения медальных гонок. Вместо них в классах 49-й, 49-й, FX и Накро-17 состоялся полноценный гоночный день. В классе Накро-17 в упорнейшей борьбе победу вырвал экипаж Максима Семенова и Алины Щетинкиной. На протяжении большей части регаты лидировал экипаж Вячеслава Шелудюкова, но в решающих гонках Максим Семенов оказался сильнее. «По моим впечатлениям, это самая сильная регата, самый сильный чемпионат России за последние, наверное, лет 8, поскольку я участвую. И он просто полон впечатлений самых разных. У нас регата очень сложно началась и с поломки, и с навалом на знак. Но мы продолжали борьбу, и условия не отпускали. Была очень интересная волна. И, я не знаю, я очень кайфанула. Мне очень все понравилось». «Интересные условия, вроде похожие на речные, но с того, что здесь более мелкая волна была крутая, было тяжело разгонять лодку быстро. То есть шли как бы немножко с небольшой безопасностью. Но когда хотелось быстрее, пришлось пожертвовать матчастью. Боролись до конца, до последней гонки было все прям еще на волоске. Ну, то есть сегодняшний день решал все. Каждая одна из гонок могла выйти на второе или на первое место любой экипаж». Похожая ситуация произошла и в классе 49-й. Экипаж Михаила Ушкова и Кирилла Бабошко добирал по ходу регаты и вышел на пик формы к заключительному дню. Показав самые стабильные приходы, Ушков и Бабошко опередили всех одноклубников. «Первый день у нас очень неудачно вышел. Да, у нас очень плохие приходы. Мы были, по-моему, на четвертой позиции вообще турнирную. Но потом с экипажем Ваня Зотова случилась поломка от мачты. И он не гонялся три гонки, что позволило нам подняться еще выше. А в последний день у нас просто было минимально очков до Саши, москвичевого. И мы просто по более слабому ветру, мы более легкий экипаж, мы более лучше шли и просто контролировали позицию. И все. Терпели по сильной погоде. А затем, когда задул наш ветер, смогли, собственно, показать то, что умеем. В классе 49-й FX напротив серьезной борьбы не получилось. Виктория Александрова и Диана Сабирова опередили ближайших преследователей на 11 очков. Всем поздравляем с окончанием регаты. Прошла отличная серия гонок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова